Хотелось бы сказать, что помимо того, что мы помогаем в Хакасии агитационной нашей тувинской командой, здесь на выборах главы региона, наш такой корпоративный дух един, и он непобедим, мы также держим на контроле ситуацию с повышением цен на топливо у нас в республике. Да, мы с Ладоидом Бакулером, фракция КПРФ, в данный момент прорабатывает текст запросов Федеральной антимонопольной службы, Министерства энергетики, топлива и так далее. То есть, те ведомства, которые должны нам дать ответ, когда для населения цены будут понижаться или, по крайней мере, зафиксируются на нужной отметке, чтобы не бить по карману наших автолюбителей, коими мы, в принципе, и являемся. Поэтому мы это держим на контроле, если можно так сказать, и обязательно сообщим вам о результатах нашей деятельности. Кстати, друзья, забыл добавить, Федеральная антимонопольная служба, мы делали запрос, может, так сказать, связывались с ними именно республиканское отделение наше Тувинское. Соответственно, оно дало нам такой ответ. Есть две причины, почему цены в Туве на ГСМ растут. Первое – повышение оптовых цен непосредственно на НПЗ, тот же Ачинский НПЗ. И второе – отсутствие сетевых заправок у нас в Туве, типа «Газпрома», «Роснефти» и так далее. Я считаю, что это в ответе присутствует доля лукавства в плане того, что сетевые, эти организации топливные вопрос не решат, потому что по стране есть масса примеров, когда отъезжаешь 150-200 километров, а цена вроде бы сетевая, структура, а ценники разные различаются на рубль, 2-3, а где-то и 4 рубля. То есть это как бы не выход. И второе – по отпускной цене. Ну пусть государство подключается, пусть правительство, федеральное власти и уполномоченные органы сделают все возможное или найдут механизмы для того, чтобы эту цену контролировать, а в лучшем случае ее понизить для того, чтобы это не било по карману наших граждан. Вот так.